Итак, чем мы занимаемся как собрание святых? В этом вопросе я хотел бы посмотреть в корень. В большинстве церквей в Америке, если зайти внутрь, я бы не смог понять, чем там занимаются, если говорить откровенно. Многие отказались от доктрины соло-скриптура в церкви. Поэтому церковь основывается теперь на том, насколько умными, прагматичными и харизматичными являются ее лидеры. Церковь строится на развлечении людей или на том, чтобы каждому в церкви дать задание. Понимаете, люди желают делать что-то осмысленное. Они либо хотят, чтобы их развлекали, либо хотят осмысленного дела. Поэтому даешь им дело, делаешь их частью механизма, делаешь их частью видения, харизматичного лидера и направляешь их всех к единой цели. Поэтому бывает, что 60-летний бухгалтер из супермаркета становится частью банды байкеров. И ездит на все байкерские сборы и тусовки. Почему? Потому что он чего-то ищет. Поэтому в наши дни можно построить церковь на чем угодно, и не важно, что говорит о церкви Библия. И в этом огромная проблема. Какое находят для всего этого оправдание? Оправдание, конечно, быть не может, но в основе церкви сейчас тот факт, что пасторы не боятся Бога, не служат невесте Христовой в соответствии с заповедями Бога. Более того, многие пасторы заняты созданием в церкви собственного царства, построенного на костях невозрожденных членов церкви, и в этом причина всех проблем. Перед лицом Божьего суда не стоит бояться атеистов, воров, убийц. Знаете, кого нужно бояться перед лицом Божьего суда? Будьте с тех, кто называется пасторами. Я приведу пример. Этот пример я привел вчера в проповеди. Представим, что у царя есть невеста. Он ее любит, одевает в белые одежды. Она чиста и драгоценна для него. Люди восхищаются ею, ее достоинствами, ее добродетелями. И вот царю нужно надолго отлучиться. Он призывает своего слугу и говорит ему, вот мои указания, как ты должен заботиться о моей невесте. Ты не должен отклоняться от указаний. Нисколько. Когда я вернусь, я тебя вознагражу. Или же ты будешь жестоко наказан, если ослушаешься. Держись этой книге. Здесь все инструкции касательно моей невесты. И так через несколько лет слуга видит, что люди уже не так верны царю. И им уже не так интересна невеста царя, потому что она слишком простая, старомодная. Слуга берет невесту, забирает у нее прекрасные белые одежды и дает ей откровенные одеяния. Раскрашивает ей лицо, как у проститутки, а затем водит ее по всему царству и использует ее откровенный вид, чтобы привлечь плотских людей обратно в царство. Когда царь вернется, невозможно описать, что он сделает с этим слугой. Когда будет пришествие Иисуса Христа, невозможно описать, что он сделает со многими из тех, кто именует сами себя пасторами, кто поступили с невестой Христа именно так, как поступил этот слуга из рассказанной мною притчи.